Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о гражданско-правовом договоре. Каждый день каждый из вас заключает гражданско-правовой договор даже не задумываясь об этом. Вы приходите в магазин, приобретаете продукты питания, констовары, едете на работу или в университет, в школу, на общественном транспорте и, соответственно, каждый раз вы заключаете договор. Какой договор? Безусловно, гражданско-правовой. Что такое гражданско-правовой договор? Это соглашение двух или более лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Договор – многозначное понятие. И договоры у нас существуют в самых разных отраслях права. Нам известны международные договоры в международном праве, административный договор в административном праве, непосредственно трудовой договор в сфере трудоправовых отношений и даже в семейном праве у нас есть договоры. Но именно как регулятор имущественных отношений договор чаще всего используется в сфере гражданского права. Очень важно понимать, кто может заключить гражданско-правой договор, на каких условиях может быть заключен гражданско-правой договор, в каких случаях договор будет порождать правовые последствия. А это значит, что мы очень четко должны понимать, что такое существенные условия договора, когда эти условия считаются согласованными. И сегодня мы поговорим как раз с вами о том, как субъекты гражданских правоотношений могут заключать гражданско-правовые договоры. В гражданском праве действует принцип свободы договора. Это очень важный принцип, системообразующий, потому что он показывает о том, что никто не может быть понужден к заключению договора. При заключении договора действует принцип свободы, волеизъявления. Договоры могут заключать субъекты гражданских правоотношений с учетом необходимого объема их права дееспособности. Например, ребенок до 6 лет не может совершать какие бы то ни было юридически значимые сделки, заключать договоры, потому что он недееспособен. И все сделки за ребенка в таком возрасте совершают при наличии с законом установленных условий их родители, усыновители или опекун, будучи законным представителем этого ребенка. Безусловно, с увеличением дееспособности увеличиваются возможности субъекта. По общему правилу, свобода договора включает в себя не только возможность выбора контрагента по договору, но и возможность выбора договорных условий. Мы можем заключить договор, который поименован в рамках действующего гражданского законодательства, и даже тот, который не поименован. Гражданский кодекс Российской Федерации – это основной кодифицированный акт, который предусматривает правила совершения договоров. В части первой гражданского кодекса у нас есть три главы, специально предусматривающие правила заключения договоров, общие правила заключения договоров. В частности, именно здесь особое внимание уделяется принципу свободы договора. Вторая часть гражданского кодекса посвящена договорным типам и видам. Именно благодаря обращению ко второй части гражданского кодекса мы знаем о том, какие существуют типовые конструкции договорные. Купля-продажа, мена, дарение, рента, пожизненное содержание с иждевением, договоры аренды, договоры найма жилого помещения, договоры безвозмездного пользования имуществом или суда, подряда и так далее. То есть преимущественно нормы второй части гражданского кодекса нацелены на типизацию договорных условий. Даже если в части второй гражданского кодекса, в части первой или в других нормативных актах не предусмотрено определенного типа договор, это не значит, что сторонам запрещено его заключать. В гражданском праве действует такое правило о дозволительной направленности гражданского правового регулирования. Это значит, что разрешено все, что прямо не запрещено законом. Очень важное правило. Может возникнуть вопрос, неужели свобода договора безгранична? Конечно, нет. И мы с вами прекрасно понимаем, что свобода одного субъекта заканчивается там, где начинается свобода другого субъекта. Поэтому и в принципе свободы договора присутствуют исключения. В частности, нам известны такие договорные конструкции, которые попадают под понятие публичного договора. Например, договор розничной купли-продажи, договор возмездного оказания услуг, туристских, экскурсионных, спортивно-оздоровительных и целый ряд других договоров. Почему этот договор является исключением из действия принципа свободы договора? Во-первых, потому что коммерческая организация, которая оказывает услуги, выполняет работы, продает товары, не может отказать нам в заключении этого договора. Мы являемся контрагентом по договору и одновременно выступаем в качестве слабой стороны. Если, предположим, вы приходите в магазин, на прилавке есть товар, а вам продавец оказывается передавать этот товар, какие возможности появляются у вас? Конечно, возможность к понуждению в заключении этого договора и, в том числе, возможность взыскания убытков. Мы должны помнить о том, что когда мы попадаем в сферу действия гражданского кодекса и публичного договора, на нас, как на граждан, физических лиц, которые приобретают или имеют намерение приобрести, заказать товары, работы, услуги для личных, домашних, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, распространяется действие закона о защите прав потребителей. Закон о защите прав потребителей – это действенный механизм, который позволяет обеспечивать права потребителя как слабой стороны в договорном правоотношении. Я уже сказала, что договор – это сложная правовая конструкция. Это термин, который обладает многими значениями. Мы договор воспринимаем как разновидность сделки. В гражданском праве есть сделки – это более широкая категория, это родовое понятие, как действия граждан и юридических лиц, направленные на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей. И посмотрите, сделки у нас могут быть односторонние, двусторонние и многосторонние. Совершенно очевидно, что для односторонней сделки достаточно волеизъявления одной стороны. Например, завещание. Вы запланировали оформить нотариально завещание. Достаточно вашего волеизъявления. Вы не можете быть одновременно в Перми и в Москве, и вам необходимо выдать доверенность. Выдача доверенности конкретному лицу, который будет представлять ваши интересы, тоже является односторонней сделкой. Можно написать доверенность и положить ее в стол, и она никогда не породит для вас права и последствия. А можно передать эту доверенность и передача доверенности выступает в качестве односторонней сделки. Вместе с тем, двусторонние и многосторонние сделки – это как раз и есть договоры. По договору купли-продажи одна сторона продавец, другая – покупатель. По договору мены, соответственно, у каждой стороны, по сути, есть права и обязанности продавца и покупателя одновременно. По договору дарения – даритель и одаряемый. И это все двусторонние договоры. И для того, чтобы договор был заключен, нам очень важно согласовать волеизъявления. Очень важно, чтобы воля формировалась свободно, а волеизъявления соответствовала воле. И еще очень важно, чтобы соблюдались все условия действительности сделки для того, чтобы впоследствии договор не был оспорен. Что еще надо сказать? Что для заключения договора очень важно согласовать его существенные условия. Для каждого договора существенным условием является предмет. И чтобы было понятно, объясню на договоре купли-продажи. Предметом договора купли-продажи являются вот эти вот самые действия продавца. То есть продавец обязуется передать товар, а покупатель обязан оплатить товар и имеет право принять этот товар. Вот это и есть предмет договора. Мы очень тщательно должны его прописать. Конечно, для отдельных видов договоров помимо предмета могут быть в качестве существенных условия, которые названы таковыми в законе. Это не обязательно гражданский кодекс. Такие существенные условия могут быть предусмотрены и в других федеральных законах. В частности, например, для договора купли-продажи недвижимости помимо предмета является существенным условием цена, как условие, прямо названное в статье 555 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако, если мы берем с вами в качестве недвижимости такой объект, как жилое помещение, то здесь законодатель выделяет еще одно существенное условие. Это перечень лиц, сохраняющих право пользования жилым помещением. Эти условия мы должны с вами знать для того, чтобы договор был заключен. Если мы не согласовали хотя бы одно из существенных условий, договор будет считаться незаключенным. Есть третья группа существенных условий. Это так называемые инициативные существенные условия. Почему инициативные? Потому что инициатива в придании конкретному условию характера существенного будет исходить от одной стороны. Одна сторона может настоять на том, чтобы договор был нотариально удостоверен. Хотя по действующему законодательству обязательности нотариальной формы для договора продажи недвижимости не предусматривается. Но сторона хочет получить дополнительные гарантии. Когда нотариус совершает нотариальное удостоверение договора, он в обязательном порядке анализирует содержание договора, проверяет право, дееспособность участников сделки, разъясняет права и обязанности, которые возникают у участников сделки после нотариального удостоверения договора. Это тоже очень важно. У нотариуса в делах сохраняется один экземпляр договора, а это значит, что в случае возникновения спора всегда можно обратиться к нотариусу с просьбой предоставить оригинал договора, который был нотариально удостоверен. Если все в порядке и существенные условия договора согласованы, то договор начинает порождать права и обязанности сторон. Вообще договор это наиболее распространенное основание возникновения обязательств. Мы с вами сказали о том, что договор это сделка, разновидность сделки, и это разновидность, которая прежде всего обусловлена сторонами, то есть это сделка двусторонняя или многосторонняя. Затем мы сказали, что договор это документ, и мы чаще всего воспринимаем договор в качестве документа. Но вместе с тем мы должны понимать, что не всегда договор является документом, не всегда для договора предусматривается обязательная письменная форма или нотариальная. Договоры могут совершаться в устной форме. Известный вам с детства договор дарения. Когда вы принимаете имущество в дар, этот договор совершается устно. Действительно в законе у нас предусмотрены специальные правила для формы сделки. Договор это всегда правоотношение, правоотношение, которое связывает между собой стороны, связывает их взаимными правами и обязанностями. И, конечно, договор это основание возникновения обязательства. Обязательства у нас появляются прежде всего для того, чтобы они были исполнены. И, конечно, ключевое назначение обязательства, порождаемого договором, заключается в их исполнении. Причем не просто исполнении, а надлежащем исполнении. Очень важно, чтобы стороны, принявшие на себя обязательства, исполнили принятые обязанности в установленный срок, в соответствии с надлежащим предметом, надлежащим способом и другими условиями, которые прямо предусмотрены договором или законом. Еще очень важно помнить о том, что, когда мы заключаем договор, мы в первую очередь должны обратиться к специальным нормам, которым посвящена данная договорная конструкция. Ну вот смотрите, мы сегодня с вами вспоминали договор купли-продажи. У договора купли-продажи есть масса разновидностей. Среди них розничная купля-продажа. Когда мы с вами заключаем договор розничной купли-продажи, мы в первую очередь должны обратиться к положениям гражданского кодекса главы 30 параграфа 2 о розничной купли-продаже. Если нам не хватает положений о розничной купли-продаже, мы будем обращаться к положениям, общим положениям главы 30 о купле-продаже. Если вдруг мы видим, что и здесь правил недостаточно, тогда мы можем обращаться к общим положениям об обязательствах и не забывать о том, что договор, являясь разновидностью сделки, должен учитывать правила действительности сделки. В противном случае такой договор, если не соблюдаются условия действительности сделки, может признаваться недействительным. Это негативно для участников данной сделки. Почему? Потому что правовым последствием недействительности сделки является возврат сторон в первоначальное положение. То есть каждая из сторон, которая передала по сделке имущество, товар, выполнила работу, передала результат, обязаны вернуть друг другу все, что получено по сделке. Спасибо вам за внимание, и я надеюсь, что немножко ваши знания о договоре сегодня расширились. Продолжение следует...